Продолжение следует... Это делается неправильно. Вот я говорю про Исаакиевский собор. Ведь можно было так красиво подать эту идею, что церковь хочет вернуть храм, приватизированный музеем, вернуть храм людям. А получилось, что церковь хочет его загробастать. И так во многом. Так красиво можно было, мне кажется, подать встречу Папы Римского с патриархом. Но почему? Где этот имиджевый отдел, который бы работал и мог бы это? Я вот удивляюсь. Или, например, громят какие-то люди, выставки, НТО и так далее. Компания громит. Не только отмежеваться, а официально, элегантно заявить, что церковь против этого. Но так заявить, так проартикулировать, чтобы все услышали. Но ведь это уже не делается. А солидаризируется. А солидаризируется, солидаризируется. Я сказал, что люди не должны нарываться. Так получилось, как бы из-за того, что журналисты сказали, что я поддержал так неформально. Так получилось, я не сказал, но не понял, что вот. Я читал несколько лет тому назад, как папа пригласил в Ватикан работать специалистов, которые работали в создании имиджа разных брендов известных. Мы знаем, что существуют такие мировые бренды, автомобильные и другие. И вот папа пригласил этих специалистов по имиджу, чтобы они проработали имидж для католической церкви. Похоже, они проработали этот имидж. Сегодня мы видим, как папа, безусловно, на публику играя, ездит на каком-то стареньком форде разбитом. Моет ноги всяким проституткам и заключенным мексиканцам. То есть это все понятно, но это имиджевые штуки. Понимаешь, это имидж. И людям это надо. У людей есть запрос на вот эту показуху. Да, это дешевая показуха, мы это понимаем. Но на самом деле у людей есть запрос на это. Последнее. Вот у нас в Петербурге был теракт. Прямо в той станции метро, где я служу, технологический институт. Ты был, наверное, сейчас приехал в Питер. Был уже там, выходил, заходил. А я там все время, каждый день я езжу на этой станции. Был, значит, и был этот террористический акт. И потом ректор Духовной Академии с семинаристами посетил больных больниц. Ты слышал об этом? Ну, я потому что только подписан на эти паблики, а так публичные нет. Вот именно. Вот ты-то да, ты мониторишь, что ты слышал об этом. А люди не знают, что ректор Духовной Академии, владыка Амбросий, со студентами, они сделали подарки, они посетили, они молились над ними, они подарили подарки этим несчастным людям, пострадавшим, которые в больницах лежали. Но об этом никто нигде не сказал. Ну, почему? А то как Путин был, это видели все. Как Путин, там какой-нибудь другой человек, политик там где-то. Вот такие наши церковные косяки сразу все замечают. А косяки, ну, естественно, они будут, да, когда батюшки какие-то косячат. Ты прости, у нас 35 тысяч священников в Русской Православной Церкви. Представляешь, такую вот огромную такую массовку, 35 тысяч, и чтобы все было идеально. Это такого не бывает. Какие-то сбои всегда будут. Будет кто-то напиваться, кто-то будет себя безобразно вести, там, по-хамски вести, какие-то глупости говорить. Что, никто из нас глупости не говорил? Вы, конечно, говорили, да, каждый имеет право ляпнуть глупость, но ведь сразу нас растиражируют ее. А все то доброе, что делает церковь, почему-то это не замечается. Я думаю, что это огромные проколы вот этой какой-то пресс-службы или вообще организации, которая создает имидж в нашей Русской Православной Церкви. Русской Православной Церкви.